Немного предыстории. Год назад, при рассмотрении проекта бюджета на 2018 год, футбольному клубу «Саров» выделили 2,5 миллиона рублей. Уже тогда спортсмены заявили, этих денег недостаточно, чтобы провести сезон. Было принято решение увеличить финансирование клуба при корректировке бюджета. Но ни при первой, ни при второй, ни уже при третьей корректировке дополнительные средства для ФК так и не выделены. На вопрос, почему, есть два разных ответа. Дополнительное финансирование выделяется в зависимости от множества бюджета. Дело не в возможностях бюджета, парирует Департамент финансов. Как выяснилось, еще летом проблема заключается в отсутствии бюджетной заявки. Нельзя предусмотреть дополнительное финансирование клубу без документов, в котором будет четко прописана вся смета расходов. Руководство ФК «Саров» дали время до осени, чтобы этот документ составить. Будет направлена грамотная бюджетная заявка из Людмисов в Департамент финансов? Или не будет? Ее не было до прошлой корректировки. Сейчас она была, бюджетная заявка, направлена? Была направлена? Неграмотная. То есть вы ее не приняли? Все это время клуб продолжал играть в чемпионате, рассчитывая на дополнительное финансирование. Очередное заседание Думского комитета поставило точку в вопросе, в этом году денег не будет. Мы готовы вернуться к рассмотрению вопроса финансирования именно футбольного клуба, только при формировании бюджета на 2019 год. Впрочем, и в следующем году ФК «Саров» может остаться без бюджетной поддержки, как и остальные спортивные клубы. Министерство финансов, правительство Нижегородской области и глава города Сарова подписали трехстороннее соглашение, которое повлияет на формирование бюджета уже в следующем году. С 1 января 2019 года полномочия, которые не прописаны в 131 федеральном законе, не могут финансироваться за счет нашего местного бюджета. В противном случае нас ждут, я так понимаю, санкции и есть ответственность за неисполнение в части снижения нам дотации с федерального бюджета. Если перевести с чиновничьего на русский, из городской казны нельзя будет выделять деньги не только на спортивные клубы, но и на большую часть социальных программ, в числе которых школьное питание и субсидии на жилье. Таким образом, в бюджете высвободится порядка 200 миллионов рублей. На что их направят, пока неизвестно. Лидия Шилаева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.